СПОНСОР ПРОГРАММЫ ФИНАНСОВАЯ ГРУППА СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ СБЕРЕЖЕНИЕ ДО 19% ГОДОВЫХ Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Сегодня мы с вами поговорим о том, что в нашем крае уже несколько лет не один раз в год проходит акция «Подари мне жизнь». О том, как прошла та акция, или как идет та акция, которая проходит в эти дни. Мы поговорим сегодня. И гости нашей сегодняшней программы – Елена Сибелева. Это медицинский психолог Краевого центра охраны здоровья семьи и репродукции Министерства здравоохранения Краснодарского края. Я и Евгения Захарова, заведующая женской консультацией номер 5 Краевой клинической больницы номер 2. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, я не знаю, наверное, к вам, Елена Сергеевна, первый вопрос. Акция «Подари мне жизнь». Я уже сказал, что это не первый год и не один раз в год проходит подобная акция. Если можно, о ней, на что она направлена и как часто все-таки происходят вот такие события? На самом деле, эти акции уже проходят не первый год. Этих акций в течение года несколько. Как правило, приурочены порядка пяти акций в году. Приурочены к таким праздникам, событиям, как 8 марта. Вот прошла акция в прошлой неделе. Следующая акция будет в апреле. Она приурочена к Международному дню здоровья. Следующая акция приурочена к Дню защиты детей. В июле будет акция, посвященная празднику святых Петра и Февронии. И последняя акция, завершающая в году, это акция, посвященная ко Дню матери. В акции принимают участие все службы родовспоможения. Это и женские консультации, это родильные дома, это отделение гинекологии. Все активное участие принимают в этих акциях. Нужно сказать, что на сайтах медицинских организаций существует горячая линия, где имеется информация, контактные телефоны. В случае выбора репродуктивного пациента, в котором случилась беременность, нужно принять решение. И мы все силы прикладываем на то, чтобы жизнь была оставлена. Вот здесь мы с вами уже 2-2,5 минуты говорим про акцию «Подари мне жизнь». И мы ни разу не произнесли это слово «аборт», это понятие прерывания беременности. И мне кажется, нужно сказать, что вот та акция, о которой мы сейчас говорим, она как раз направлена на то, чтобы остановить аборты. Ну, не знаю, по-разному об этом говорят люди, то есть остановить убийство нерожденного ребенка. Тогда, наверное, Елена Николаевна, к вам в большей степени вопрос. Горячие линии. Там ведь сидят ваши специалисты, там сидят психологи, именно они принимают вот те самые звонки. И мне кажется, психолог – это тот самый человек, который первая начинает разговаривать с женщиной, которая решила прервать беременность. Это так? Ну, в нашем крае 8 телефонов доверия. При каждой женской консультации открыты кабинеты медико-социальной помощи. То есть это стандарт такой, да? Да, женщинам, которые оказались в такой трудной жизненной ситуации и делают репродуктивный выбор. Эти кабинеты открыты с 2007 года в наших женских консультациях. И, приходя, женщина проходит не только психологами, но и социальный работник с ней беседует, юрист беседует. Женщина… Существует ошибочное мнение, что вот мы специалисты отговариваем женщину от аборта. Это не так. Мы ей помогаем принять ее собственное, взвешенное, обдуманное решение. Посмотреть на ситуацию с разных сторон. И тогда она уже принимает какой выбор. То есть получается, что, ну вот вы меня поправьте как специалиста, и тем более я не женщина, мне тяжело, да, вот это для себя осознать. Но тем не менее, то есть получается, что женщина принимает вот это вот решение очень часто достаточно импульсивно, очень часто соотнося вот к той ситуации конкретной, которая у нее здесь и сейчас. А если посмотреть на эту проблему с разных сторон, если подойти к этому решению более осознанно, то тогда, может быть, решение будет совсем другим. Это так? Как правило, женщина, которая к нам приходит, она находится в стрессе. В стрессе из-за того, что у нее наступила беременность, да, и гормональные изменения уже пошли. И ей все же приходится принять очень важное решение в своей жизни. То есть не оставить этого ребенка или убрать, и, может быть, это самое важное решение за всю ее жизнь. Конечно, многие женщины на эмоциях сразу первое у них приходит на ум, что избавиться от этого ребенка. Но на самом деле, на самом деле тех причин, которые женщины нам рекламируют, которые транслируют, которые декларируют женщинам, они не являются истинными. Они такими шторами, которые легче преподать, легче преподнести, за ними, может быть, легче спрятаться. На самом деле проблемы, скорее всего, психологические. Потому что в 70% случаев причина аборта кроется как раз в психологическом плане. И вот специалисты, которые работают... То есть вот эту коррекцию можно сделать. Да, да, да. Мы как раз работаем с этим, помогаем женщине точно посмотреть на проблему, которую она выставляет, да, и принять взвешенное обдуманное решение. Цифры. Мы подготовили цифры. Те цифры, которые нашли в открытых источниках. Мы сейчас их посмотрим, прежде чем это произойдет. Честно сказать, для меня то, что я увидел, а я, ну, так или иначе, как-то не очень сильно касался этой проблемы. Но цифры страшные на самом деле. Давайте их сейчас посмотрим, потом будем комментировать. Прошу. Согласно данным статистике, в мире аборты ежегодно делают примерно 55 миллионов женщин. То есть 21% всех беременностей прерывается искусственным путем. Около 70 тысяч женщин ежегодно умирают от различных осложнений, явившихся результатом аборта. Бесплодной в результате первого прерывания беременности становится каждая пятая. 40% абортов делается по желанию женщины. 25% выполняется по причине угрозы здоровью. 23% из-за социальных проблем. В 12% случаев прерывания беременности производится из-за аномалии развития плода. Установлено, что частота осложнений у впервые забеременевших и решившихся на аборт женщин достигает 45%. По данным статистики, 75% девушек, вступивших в половую активность до 20 лет, прерывают первую беременность. 10% из них остаются бесплодными. То есть, ну ведь это на самом деле страшные цифры. Вот если я правильно понял, вы меня поправьте. Только 12% это вот когда, ну то есть как бы там дальше ее нельзя, эту беременность, сохранять. 12% тех абортов в мире. У нас, если мы говорим по краю, не знаю, по стране, примерно такие же цифры. Ну нужно сказать, что данные статистические по количеству сделанных абортов, они меняются в лучшую сторону. Количество абортов уменьшается в целом и по стране, и по краю. Конечно же, это результат нашей совместной работы и службы родовоспоможения, и социальных работников, психологов, которые сейчас активно мы привлекаем, которые нам помогают для того, чтобы пациентка приняла взвешенное решение. Нужно сказать, что за последние 4 года по стране в 2 раза уменьшилось количество абортов. По данные по Российской Федерации, на 96,3 тысяч женщин сделало меньше абортов в 2016 году, чем в 2015 году. Это, в общем-то, существенные значимые цифры. Что касаемо Краснодарского края, за 5 лет на 24% меньше произведено абортов. То есть получается, что то, о чем мы говорим, я имею в виду, подари мне жизнь. Но ведь это не одна акция, и об этом же мы говорим достаточно часто. Это работает. То есть это тоже имеет право жить, и это тоже работает. Работает, безусловно. Более того, сейчас в апреле 2016 года издан приказ Министерства здравоохранения и соцразвития. Бланк нового формы добровольного согласия информированного пациентки на эту процедуру, где прописано, что пациентке произведено ультразвуковое исследование, и пациентка имела возможность собственными глазами видеть эмбриона и его сердцебиение. И ставится отметка и роспись пациентки о том, что она это видела, и это тоже работает и имеет силу, и беременности сохраняются. – Елена Николаевна, вот та литература, или те листовки, которые есть, я думаю, что мы сейчас об этом еще отдельно поговорим. Вот это вы тоже показываете? Вот то, что сейчас перед вами лежит на столе, если можно, вы приподнимите, чтобы зрители тоже могли это как-то рассмотреть. Вы это тоже показываете? – Это муляж, ребенка внутритробно до 12 недель. Работая женщиной, мы как раз ей даем, конечно, не всем женщинам, все очень индивидуально. Но некоторым женщинам, которые сомневаются в своем решении, этот муляж может помочь принять решение в правильную сторону, в сторону сохранения уже зародившейся жизни. – Ну вот еще я зрителям нашим покажу дневник нерожденного ребенка. Ну вот честно сказать, вот, не знаю, меня, мужчину достаточно, ну, как-то это пробирает, то, что здесь написано, и я так понимаю, что это действительно так, да, но вот здесь, я так понимаю, абстрактные даты взяты, да, 25 октября, сегодня началось биться мое сердце, 2 ноября, я каждый день понемногу расту, мои руки и ноги начинают принимать форму и так далее, и так далее, и так далее. 28 декабря сегодня мама, моя, меня убила. Это… – Ну, есть такие листовки, да, но, скажем так, в нашей работе мы их фактически не используем, да, или используем очень редко, и женщина самостоятельная. Это материал, который раздается, и на улице раздается, общественными организациями. – Да, они есть, да, эти листовочки есть. Работа психолога, она заключается немножко в другом. Мы как раз работаем с ее личными проблемами, с ее личной жизнью, с теми запросами или с теми, скажем так, недовольствами, которые могут привести к тому, что женщина откажется от материнства, да. И не каждой женщине можно вот такую листовку дать и прочитать, потому что запугать, вызвать, скажем так, чувство вины, которая потом помешает ей даже забеременеть и родить ребенка. Это тоже очень аккуратно с этим. Но эти листовки распространяются общественными организациями и религиозными организациями, поэтому они тоже существуют. – Поговорим, точнее, продолжим разговор чуточку позже, потому что сейчас нам нужно посмотреть рекламу, потому что мы обязательно вернемся в эту студию рекламы на нашем канале. Мы продолжаем программу. Еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорим об акции «Подари мне жизнь». Опять же, наверное, Елена Сергеевна, к вам вопрос. Какие могут быть осложнения, связанные с прерыванием беременности, с искусственным прерыванием беременности? Я вернусь к цифрам. Там говорилось определенный процент бесплодия. Это единственное, что может быть, или там есть еще какие-то осложнения? – Безусловно, осложнений после произведенного прерывания беременности их очень много. И, к сожалению, единожды произведенный аборт, он может привести к тому, что в дальнейшем пациентка не сможет иметь детей или привести к бесплодию. Очень много осложнений ведет после себя прерывание беременности. Это связано с невынашиванием, недонашиванием последующих беременностей. Тогда, когда пациентка после аборта, наступает беременность, и может закончиться беременность и самопроизвольным прерыванием беременности, тогда, когда женщина уже этого не хочет. Может закончиться беременность преждевременными родами. Последствия после аборта могут быть как ближайшими, после непосредственной процедуры, так и отдаленными. Это воспалительные процессы, это невынашивание, как я уже сказала. Во время самой манипуляции это небезопасная процедура, может возникнуть кровотечение. К сожалению, бывают такие осложнения, и обо всем об этом пациентка предупреждает. То есть, все им рассказывают? Безусловно, в том самом согласии, о котором я говорила, все эти осложнения прописаны, причем они прописаны доступным языком, так, чтобы пациентка могла понять. Возникшее кровотечение может привести до удаления органов женской половой системы, и впоследствии пациентка не сможет иметь детей. Поэтому осложнений очень много, и поэтому наша работа, конечно, направлена на то, чтобы не допустить прерывания беременности. А существует ли, ну вот, опять же, разговаривая с вашими коллегами, я имею в виду с представителями Министерства здравоохранения, то есть, с медиками, там у каждого направления существуют свои какие-то определенные группы риска. Вот то, что касается, мы сейчас говорим о абортов, здесь есть группы риска, причем как возрастные, так может быть и некий социальный статус, но то, что касается социального статуса, наверное, все-таки это ближе к психологии. Вот такие группы риска существуют, кто-то чаще приходит, кто-то реже приходит. Я не знаю, к кому из вас больше тем нет вопроса. Ну, можно я скажу, что основной группой риска являются как раз девочки-подростки. Девочки-подростки, у которых наступает ранняя беременность, и чаще всего это связано с тем, что этим девочкам не хватает эмоциональной ласки и тепла в родительской семье, и они ищут эту любовь на стороне. Они ищут тепло и внимание на стороне, сначала уступают половые отношения, а потом наступает беременность, и они тогда уже, да, и они боятся признаться маме. По нашему закону, с 15 лет девочка уже может самостоятельно принять решение, оставить ей эту беременность или сделать аборт. И получается так, что родители могут даже не узнать о том, что дочь была беременна. И как раз вот это вот доабортное консультирование, консультирование и работа с психологом помогает девочке, может быть, рассказать маме, которая может поддержать. Поймёт и простит, и поддержит. Поймёт и простит, да, и поддержит. И есть такие случаи, когда мамы сначала поругали, сначала покричали, а потом вместе выносили эту беременность, и родились детки. И все счастливы, и мамы счастливы, и девочки счастливы. Ирина Сергеевна, а к вам часто приходят, вот, мне кажется, вот эта вот цифра 15 лет, это же страшная цифра на самом деле. Там даже же 17-18, мне кажется, для меня лично, мне кажется, что это не совсем тот возраст, когда девушка должна заводить ребёнка. Но, тем не менее, часто приходят вот такие девочки? К счастью, не часто, но статистика есть. Статистика есть, и, ну, если сравнивать, опять же, 15-16 год, положим, данные в сторону снижения количества абортов в этой возрастной категории, 15-17 лет, цифры эти идут с уменьшением в 2,7 раза, уменьшилось количество абортов. Ну, вот здесь я понимаю, Елена Николаевна, что у вас существует какой-то, наверное, психологический определённый барьер, и когда к вам приходит пациентка, вы понимаете, с чем она пришла, и вы как-то морально к этому готовы, я к тому, что с ней придётся разговаривать по поводу аборта. А у вас, Сергея Сергеевна, вот когда приходят женщины, вы консультируете, всё хорошо, всё как-то вот идёт, да, мы говорим о том, что это таинство, о том, что это чудо, о том, что появится на свет ещё один ребёнок, и тут приходит пациентка, которая говорит, я хочу сделать аборт. Что в этот момент чувствует доктор, который занимается тем, что помогает появиться новой жизни? Вот чисто психологически. Ну, это, конечно, неприятно. Всегда внутренне есть отторжение данного желания у пациентки. Пытаешься, когда разобраться, понять эту ситуацию. Первым, конечно, первый шаг, мы не обследуем пациентку, да, согласно порядку оказания помощи, чтобы, да, очень хорошо, обследуемся и прорваем беременность. Всё, да, заходи сейчас. Нет. На начальном этапе акушер-гинеколог, безусловно, пытается понять ситуацию. Первым шагом эта пациентка направляется на консультацию к психологу, к социальному работнику. И существует ещё так называемое время тишины. Для определённых сроков беременности, потому что пациентка приходит в разные сроки беременности. Она может прийти, когда беременности 4 недели, или 11 недель, или 12 недель. Ну, известно, что в нашей стране принят закон, что пациентка имеет право прервать беременность в сроке до 12 недель. Так вот, для определённого срока беременности и желания её прервать беременность, что это так называемое время тишины? Это либо 48 часов, или 7 суток. То есть мы всеми способами на каждом этапе несколько, так скажем, путей, препятствий тому, чтобы она сделала аборт. И чтобы она за эти 2 суток или 7 суток подумала, приняла всё-таки взвешенное решение, побеседовала с акушером, гинекологом, социальным работником, психологом. Сама с собой разобралась. Наша женская консультация активно принимает участие в духовенстве. Священнослужители, которые объясняют какой-то грех, в общем-то, детоубийство, назовём это своими словами. И, в общем-то, это время дано для того, чтобы она приняла решение. Но всегда, безусловно, негатив. Радости от этого не испытывает ни один врач, я в этом уверена. Если вернуться к нашему с вами предыдущему разговору, я имею в виду по поводу 15-летних девочек, которые приходят с тем, чтобы прервать беременность. Я помню своё детство, я помню свои школьные годы, я помню, что в какой-то момент девочки из нашего класса рассказывали мальчикам о том, что у них был урок, и там классный руководитель или учитель по биологии с ними разговаривала про половые отношения и про беременность. Сейчас я не знаю, происходит это или нет, моя дочка пока в пятом классе, насколько я знаю, с ними ещё об этом не говорили. А вообще в школах существует вот эта практика разговоров. Приходят ли специалисты, приходят ли врачи-гинекологи, приходят ли специальные психологи, которые говорят о том, что это может произойти, какие будут последствия, в том числе о бесплодии и так далее и тому подобное. Такая практика существует, и как это выглядит? Вообще профилактика, она в нескольких направлениях идёт. В профилактике занимаются учебные заведения, лечебные заведения, представители религии, общественных организаций. Но если разбить школьников на группы, до 12 лет с ребёнком занимаются учителя в основном, и первичное значение имеет семья, родительская семья, должен ребёнок получить опыт любви в семье. После 12 лет, вот этот школьный подростковый возраст, там тоже читаются лекции по физиологии, по ценностям семейной жизни. Но есть одна особенность, то, что медицинские работники, а детям после 12 лет уже нужно больше информации давать, не могут прочитать лекцию, не могут заниматься, если нет запроса учебного заведения, нет письменного разрешения родителей. Мне кажется, родители откажутся от такой... Нет, потому что единой программы полового воспитания и профилактики абортов в нашей стране, к сожалению, уже нет. Или ещё нет. И медикам, чтобы поговорить на эту тему, нужно обязательно разрешение родителей. И не всегда родители согласны, чтобы с их ребёнком разговаривали на эту тему. Я не знаю, честно говоря, для меня это совершенно непонятно. Мне кажется, это абсолютно нормальные вопросы, тем более, что достаточно большое количество родителей самостоятельно подобные вопросы вряд ли захотят и вряд ли решатся. А если в консультации, если приходит первый раз девочка, ну ведь все так или иначе, да, мы прикреплены к тем или иным медицинским учреждениям, и наверняка к вам приходят девочки первый раз, там, не знаю, первый, второй, третий раз, какие-то разговоры врач-гинеколог ведёт с подростком? Безусловно. Обязательно ведутся разговоры, но это также зависит от того, вообще живёт девочка уже половую жизнь, либо не живёт. И это, безусловно, целевая аудитория. Это 9-11 классы, это средние учебные заведения и высшие учебные заведения. И практика такая есть, и специалисты, и центров планирования семьи выезжают на эти акции, но, опять же, это всё согласовано. Сейчас, я знаю, вышло методическое письмо совместно с Министерством образования и здравоохранения, где будут, есть указания, как работать в данном направлении. Вопросы о контрацепции ведутся обязательно, где рассказывается девочкам о функционировании женской репродуктивной системы, что может быть, если случаются половые контакты. Поэтому, конечно, обязательно работаем. Я бы ещё к этой работе и к этим лекциям и мальчиков перевлёк, потому что им тоже как-то... Не одна же девочка задействована в этом процессе. Мальчики тоже, и они тоже несут определённую ответственность. Я ещё хочу допомнить, что как раз средние учебные заведения, колледжи, техникумы, вузы, они лучше охвачены, чем школьники. Там проводятся и лекции, и семинарские занятия, и волонтёрские группы собираются. И хочу сказать, что любой подросток с родителями могут обратиться в эти медико-социальные центры и получить квалифицированную помощь и психолога, и социального работника, и юриста по интересующим вопросам. То есть индивидуально мы оказываем помощь подросткам и их родителям. Спасибо большое, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я ещё раз хочу вам напомнить. Мы сегодня говорили об акции «Подари мне жизнь», мы сегодня говорили о здоровье, мы сегодня говорили и о социальных вопросах, связанных с беременностью и с прерыванием этой самой беременности. А гости нашей сегодняшней программы – это медицинский психолог Краевого центра охраны здоровья, семьи и репродукции Министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Сибелёва и Евгения Захарова, заведующая женской консультацией номер 5 из Краевой клинической больницы номер 2. Ещё раз большое спасибо. Ну, вот наша сегодняшняя программа, мне кажется, это такой повод подумать, это такой повод для размышлений. Я надеюсь, что то, о чём мы сегодня говорили, так или иначе, поможет вам взглянуть на эту проблему несколько с другой стороны. На сегодня это всё. Увидимся в следующий раз. Всего доброго. До свидания. Спонсор программы – финансовая группа «Сберегательный союз». Сбережения до 19% годовых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова